Понимает, вот дядя Вася лежит, рядом пустая бутылка, а вот на остановке в павильоне целая пирамиды этих бутылок выставлены. Все это логически 4-летний ребенок вполне понимает, почему он там прилег, почему он такой страшный вонючий. А сейчас вопрос вам на заседку. Какое отношение к алкоголю формирует у этих детишек этот дядя Вася больше алкоголя? Положительное или отрицательное? Отрицательное! Он с сердцем грязным, вонючим видом, как и ключи. Алкоголь это зло! Будешь пить таким же старшим, не хотят 4-летние дети на него походить. А если бы мы, зажав нос, посидели с ним рядом, пока он их потушил, мы бы выяснили, что он был главным инженером на заводе. Пил, 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 его бросили в прорабы. Пил, 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 его бросили в рабочие. Он пил, 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 его выкнули вообще с завода. Жена от него сбежала. Родные дети от него вернулись, прокляли его. Вот что какой алкоголь кричит всей своей биографией этот несчастный дядя Вася больше. Алкоголь это зло! И 4-летние дети это понимают. Можно сказать, что дядя Вася больше это антиалкогольный пропагандист. Никто не хочет из детей на него походить. А сейчас другой пример. Мама с высшим образованием, может быть врач или учитель, выпивает только культурно, только умеренно, буквально 3-4 раза в год. Выпив парочку бокалов Шамбасского на новогодний праздник, она жевляется, танцует, поет и дает своей трехлетней дочке коробочку конфет ради праздника. Какое отношение к алкоголю формирует у своей трехлетней дочке? Это мама-культура-пятейщица. Положительные метрица? Цена-опытительная. Так вот заражают непьющих детей положительным отношением к алкоголю, сколько пьянются алкоголики, только культурно-умеренно пьющие. Культура-пятейщики заражают непьющих детей положительными отношениями к алкоголю. Они показывают пример, что они вот выпивают, и ничего плохого, никто не валяется под столом, никто, извините, не придет, все нормально. Можно бить, и все нормально. Дети видят, да, культурно, умеренно, это хорошо. Вы-то сейчас смеетесь, как будто я вам новость сказал. А вы-то тоже руки не подвели, вы-то тоже заражены. От кого? От культуры фитейщиков. Культура фитейщиков – это главная передача этой заразы. Этой бредной спирохеты, можно сказать, положительного отношения к алкоголю у младшего, у детей, которые еще совсем не пьют. И получается такой парадокс. Раз рождается ребенок на сегодня не пьет, его воспитывает культура фитейщик папа, культура фитейщица мама, и часто даже бывает, что и культура фитейщица – воспитательница детского сада, и случается даже, что культура фитейщица – учительница начальника класса. На счет учителей я могу привести данные, полученные мной, в Красноярске. Там я читал лекции на факультете повышения квалификации у детей, и заодно проводил анкетирование анонимное по алкогольным вопросам. Сами учителя отвечали, я, так сказать, ничего там не бежен. Так вот, результаты. 95% учителей честно признались, что они культура фитейщи. И только 5% написали, что они совсем не пьют. 96% заучи школ написали, что они культура фитейщицы. И только 4% сказали, что они совсем не пьют. Что касается директоров школ, пока что в Красноярске я ни одного не пьющего директора школ не спил. Сто процентов признали сами. Сами признали, что они не пьют, они не пьют в Красноярске. Ну и кто воспитывает не пьющих детей? Культура фитейщи. Выбор-то где? Да нет выбора. Но одна учительница из 20-ти нашлась не пьют. Бывает. И я здесь в отмечество у вас спричал, тоже не пьющий учителя есть. В вашей школе я уверен, есть. У них же меньшинство. Это же не показатель. Но ведь скажут, но учитель-то при учениках-то его обычно не пьет же. Он при учениках-то ведь бокал шампанского не выпивает, он же дома. Ученики же не видят. Вроде-то не пьет. Во-первых, любой ученик может спросить свою классную руководительницу. Как-то Мария Ивановна, новый год тут прошел, когда мы допивали, нет. Ну что-то на брак будешь, даже честно. Ну и как-то неливо, представьте такую ситуацию. На второй день, после дня учителя, детишки играют на переменке. Переменка звонок, поизвини, вредит по коридору на второй день после дня учителя. А тут из учительской открывается дверь, и дядя Дуся уборщица выносит из учительской несколько. А Гриш что-то звякать. А дети как будто ничего не понимают. Они такие дураки, да? Ничего не понимают. Почему там люди Дуся выносят пустые бутылки из учительской? Не знают, что вчера день учитель был. Шилов, Нишкенин, Триш. Часто бывает, что правым оказывалось и меньшинство. В свое время большинство рабочего класса Германии поддержало Адольфа Гитлера. Было такое большинство. Так что не всегда большинство правы. А всегда ли у нас это было? Проверим. 25-й год и 80-й год. 25-й год, перед этим 11 лет вообще алкоголь не продавали. Проверим, как у нас пили и сейчас пили. Мужчины, женщины и 18-летние, юноши и девушки. Среди русских мужчин оказалось, вы не поверите, 43%. Не пьющих не верите сейчас, да? Не верите. Так, среди женщин не пьющих оказалось 90%. Среди юноши и девушек до 18 лет 95% еще были не пьющие. Прошло, сколько тут, 55 лет. Не пьющих мужчин оказалось 0,6%. А еще посмотреть, что это за не пьющие. Может быть, это алкоголики бывшие, там, или закодированные, или там, печень больная. Если у вас печень, врач сказал, выпьешь, помрешь, вот он не пьет. И по 0,6%. Женщины и пьющих оказалось 2,4%. Ну, недалеко ушли, а было 90%. Юноши и девушек, достигших 18 лет, не пьющих оказалось в 80 году 5%. А было 95%. Благодаря чему произошла какая-то чудовищная метаморфоза? Я уж не говорю про татару, который вообще 100% врача не принял. Благодаря чему произошло вот это, произошло такое резкое изменение? Благодаря пропаганде пьянства алкоголизма? Нет, никто в пропаганду не идет, что алкоголизм не пишет. Это произошло благодаря пропаганде умной, красивой, на первый взгляд убедительной теории культурного, умеренного битья. Она ликвидировала трезвые убеждения в нашем народе за каких-то 55 лет. Вот это самое трудное с фабрологией понять, что корень алкоголизма – это культурное, умеренное потребление. А алкоголики – это последствия. А с последствиями бороться бессмысленно. Как же эти теории отвечают на один и тот же вопрос? Чтобы сравнить эти две позиции, сразу же я вам скажу, что ничего общего между этими двумя теориями нет. Они прямо противоположны во всем. Это как лед и пламя. Как плюс и минус. Ну скажите, есть, наверное, еще идеология пьянства алкоголизма? Нет. Алкоголики свою идеологию не создали. Их идеология заключается только в одной сепериментальной фразе. Ты меня уважаешь. Но больше они не способны. Что идеология только две – трезвая и культура питейная. Других нет. Зададим этим двум теориям первый вопрос. Что такое алкоголь? Мы все о нем говорим, говорим, а что это, как вещество, что это такое? Как отвечать на этот вопрос культуры питейщики? Культуры питейщики говорят так. Алкоголь – это специфический пищевой продукт, который нежелательно давать детям, беременным женщинам и водителям за рулем. Как любой пищевой продукт, его надо принимать в меру. Вот воду надо пить в меру, да? Кушать надо в меру, алкоголь принимать в меру. Раз этот пищевой продукт, в каких магазинах он должен продаваться? В продовольствии, в гастрономах. У вас где он продается? В амерческих. В продовольствии. В любом виде пищевой продукт. Зайдешь в магазин, смотришь хлеб, кефир, газировка, пиво, водка, шоколад. Пищевой продукт. Как отвечает этот вопрос наукосомплиология? К 1915 году русские ученые первыми в мире доказали, что такое алкоголь. Алкоголь – это типичный наркотик. И говорить о культурном умеренном потреблении наркотика – это не только глупость, это преступление перед детьми. Это такой же идиотизм, как говорили, вот представьте, вам учителя говорили. Девочки, мальчики, героин принимайте, только культурно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!